Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 23.12. Решите квадратное уравнение несколькими способами. В пункте А нам дано такое квадратное уравнение. х квадрат минус 6х плюс 8 равно 0. Первый способ. Решим это уравнение с помощью выделения полного квадрата. Но если мы запишем вот так, х квадрат минус 6х плюс 9, то это у нас будет квадрат разности двух чисел х минус 3 в квадрате. Но для того, чтобы наше уражение изменилось, мы минус 9 запишем и плюс 8, как и было. Это мы просто преобразовали наше уравнение. Теперь так, х минус 3 в квадрате, это мы вместо первых трех слагаемых записали. Теперь минус 9 плюс 8, это будет минус 1. И теперь мы перенесем эту минус 1 вправо. Получится х минус 3 в квадрате равно 1. И тут у нас возможны два варианта. Первый вариант. Когда х минус 3 равно 1, отсюда х, и это будет х первое, будет равно 3, переносим вправо, получается равно 4. И возможен второй вариант, когда минус х минус 3 равно 1. Тогда, если мы откроем скобки, у нас будет минус х плюс 3 равно 1. Х перенесем вправо, единицу перенесем влево, и получится, но еще и поменяем местами, левую и правую часть, получится у нас х равно 2, и это х второе. Теперь второй способ. Второй способ графический. Если мы преобразовали наше уравнение к такому виду х минус 3 в квадрате минус 1, то для того, чтобы решить такое уравнение графически, нужно построить график параболы, уравнение которого находится слева. Не уравнение, а формула, которая находится слева. Для того, чтобы построить такую параболу, а это у нас функция f от х плюс l плюс m, нам нужно воспользоваться вспомогательной системой координат. с началом в точке минус l – m. Так, l у нас минус 3, значит, 3. m – это минус 1, минус 1. Итак, чертим координатные оси и отмечаем точку с координатами плюс 3 по х и минус 1 по у. Вот это начало вспомогательной системы координат. Чертим вспомогательные оси. И теперь в этой вспомогательной системе чертим график функции у равно х в квадрате. Параболу чертим. Эта парабола и будет графиком данной функции х минус 3 в квадрате минус 1 в основной системе координат. Теперь мы смотрим точки пересечения полученной параболы с осью Ох. Вот первая точка пересечения, ее координата 2. И вот вторая точка пересечения, ее координата 4. Значит, и в этом случае мы получили х первое равно 4, х второе равно 2. Пункт В. В пункте В х квадрат плюс 2х минус 8. Первый способ – это способ выделения полного квадрата. х квадрат плюс 2х плюс 1. Это у нас квадрат суммы х плюс 1. Так, чтобы не изменилось у нас равенство, мы вот здесь допишем минус 1 и минус 8 равно 0. Так, теперь у нас х плюс 1 в квадрате, а здесь у нас минус 9 или х плюс 1 в квадрате равно 9. И тут тоже у нас два случая. Значит, первый случай, когда х плюс 1 равно 9. Это 3 в квадрате, это будет 9. Значит, х плюс 1 равно 3. Тогда отсюда х, и это будет х первое, будет равно 3 минус 1. И второй случай, когда минус х плюс 1 равно 3. Тогда минус х минус 1 равно 3. Тогда если мы х переносим вправо, а 3 переносим влево, получается у нас х равно минус 4. И это х второе. Решим то же уравнение графически. Для того, чтобы его решить графически, второй способ, мы его преобразуем к такому виду. х квадрат плюс 2х мы оставим слева, а 8 перенесем вправо. И теперь все разделим на х. У нас получится х плюс 2 равно 8 делить на х. Тогда для того, чтобы найти решение уравнения в таком виде, нам нужно на координатной плоскости построить график у равно х плюс 2. Это у нас будет прямая. И гиперболу у равно 8 делить на х. Итак, прямая х плюс 2. Если х равно 0, то у равно 2. Вот мы первую точку получаем. Если х равно минус 2, то у равно 0. Вот получаем вторую точку. Проводим прямую через эти две точки. А теперь чертим гиперболу. у равно 8 делить на х. х единица у 8, х 2, у 4, х 4, у 2, х 8, у 1. Это у нас первая ветвь гиперболы. И вторая ветвь. х минус 8, у минус 1, х минус 4, минус 4, минус 2, минус 2, минус 4, минус 1, минус 8. Вторая ветвь гипербола. И вот наша гипербола перетекается с прямой в двух точках. координата первая х равно минус 4. Координата вторая х равно 2. То есть и в этом случае у нас х первая равно 2, х вторая равно минус 4. Решение найдено правильно. Так как двумя способами мы получили одни и те же значения. Пункт В. Так, в пункте В. х квадрат минус 2х минус 8 равно 0. Но первый способ – способ аналитический, способ выделения полного квадрата. х квадрат минус 2х плюс 1. Это будет квадрат разности двух чисел х минус 1. Так, минус 1, чтобы не изменилось наше равенство. И минус 8 равно 0. Тогда здесь получается х минус 1 в квадрате. И минус 9 равно 0. Или х минус 1 в квадрате равно 9. Так, первый вариант, когда х минус 1 равно 3. Тогда х первая равно 4. И второй вариант, когда минус х минус 1 равно 3. Берем, значит, минус х плюс 1 равно 3. Значит, х переносим вправо. Получаем, ну и меняем местами левую и правую часть. Получаем х равно минус 2. Теперь получим это решение графически. Так, способ второй. Так, вот мы возьмем наше уравнение, преобразуем его к такому виду. х в квадрате минус 2х равно 8. Так, и теперь разделим все на х. Получится х минус 2 равно 8 делить на х. Тогда, чтобы получить решение, мы чертим график у равно х минус 2. Это прямая. И график гиперболы. у равно 8 делить на х. Так, чертим нашу прямую. у равно х минус 2. Если х принимает значение 2, то у принимает значение 0. И сразу отметим минус 2. Здесь плюс 2. Если х принимает значение 0, то у принимает значение минус 2. Вот две точки, через которые мы проводим прямую. И теперь строим нашу гиперболу. Мы уже строили эту гиперболу. Мы только ее повторим. И вот теперь нам нужно определить точки пересечения. Вот первая точка пересечения, ее координата х минус 2. И вот вторая точка пересечения, ее координата х плюс 4. Значит, х первая плюс 4. х вторая равно минус 2. Точно такое же решение мы получили. И последний пункт Г. х квадрат плюс 6х плюс 8 равно 0. Способ первый. Способ выделения полного квадрата. х квадрат плюс 6х. Добавляем сюда плюс 9. Добавляем минус 9, чтобы не изменилось наше выражение. И плюс 8, как и было. Тогда получается х плюс 3 в квадрате. Минус 9 плюс 8. Это получается минус 1 равно 0. или х плюс 3 в квадрате равно 1. Первый вариант, когда х плюс 3 равно 1. Тогда х первая отсюда равно… 3 переносим вправо. Получается минус 2. И второй вариант, когда минус х плюс 3 равно 1. Тогда у нас получается минус х минус 3 равно 1. Или же х равно минус 4. Так, это мы решение нашли. Теперь второй способ. Мы получим решение графически. Значит, мы будем строить параболу х плюс 3 в квадрате минус 1 равно 0. Для того, чтобы построить график этой параболы, мы используем вспомогательную систему координат. Поскольку l равно 3, а m у нас равно минус 1, то начало этой вспомогательной системы координат будет в точке минус 3 минус 1. Так, выбираем координатные оси и отмечаем вершину параболы в точке минус 3 по х и минус 1 по у. Вот эта точка. Чертим координатные оси вспомогательной системы координат. И теперь в этой вспомогательной системе мы чертим график функции у равно х в квадрате. Мы чертим эту параболу, и она и будет графиком функции х плюс 3 в квадрате минус 1 равно 0. Так, теперь ищем точки пересечения. Вот точки пересечения. И у нас получаются координаты х минус 4 и минус 2. Значит, х первое равно минус 2, х второе равно минус 4. Точно такое же мы решение получили вторым способом. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Субтитры сделал DimaTorzok